Привет, я Шок, и сегодня я сыграл новую игру с проигроком, и это Джейм. Давайте я вам расскажу вкрасно, что это за игрок. Авангар, Virtus.pro. Это два коллектива, где его помнят, где он играл, и где он показывал результаты. Играя за Авангар, его сразу начали замечать. Он играл очень хорошо. Его снайперские возможности были очень достойными. Он попадал всегда и везде. И из-за этого сейчас он играет в Virtus.pro. Если говорить по факту, то результатов стало намного меньше, чем было. Но они все это нарабатывают и становятся лучше. Мы будем в это верить. Ну а сегодня я сыграю с ним Аимку. Сейчас у вас на крайней информации, с кем мы уже сыграли. И результаты. Так что с тебя приятного просмотра. Ну а мы полетели, let's go. Ну и давайте наберем 20 тысяч лайков. Это красивая сумма. Сейчас проигроки должны начинать попадать на мой канал, потому что у всех карантин. Все дома сидят. Отмазки, что лан, турниры, буткемп и так далее не должны быть. Поэтому будем верить, что мы сможем с ним играть чаще. Ну и пройтись по нашему списку намного быстрее. Фух, а теперь можно начинать. Но перед этим я тебе хочу рассказать, что на Сабершоке теперь можно зарабатывать. Вкладка соревнования наверху дает возможность делать киллы и на этом зарабатывать Саберкоины. Саберкоины даются для того, чтобы в магазине покупать девайсы Logitech, скины CSGO, привилегии на серверах и так далее. Сейчас магазина нет, мы его создаем. Но ты можешь инвестировать уже в себя, поэтому уже можешь тренироваться. Чтобы попасть в это соревнование, тебе нужно сделать все лучше один килл на сервере и ты попадаешь в список. Я 2469 место. Я не попаду никак на первое, потому что здесь какой-то задрот. Ну а ты сможешь, если постараешься. Ну а в мае мы разыграем не Саберкоины, а еще сверху девайс Logitech. Поэтому готовься, привыкай к Сабершоку и тренируйся. Ну и также по моему промокоду SHOCK40 ты получаешь 40 Саберкоинов. Погнали дальше. Джим, приветик. Здравствуйте. Какие у тебя шансы? Я думал, у меня нет шансов, ты же всех побеждаешь. Но тебя нет. Это публичная казнь, я пришел, чтобы меня унизили. Да нет, серьезно, нет, нет. Ты сегодня играл в КС? На это я зашел, на чуть-чуть, перед тем... А, минут сколько, минут 15 играл? Ну да, так, немного. А как проходит твой день тренировок? В зависимости от разных факторов. Турнир, не турнир, индивидуально. В какой форме. У тебя завтра игра с Na'Vi в онлайне, что ты будешь делать перед игрой? Перед игрой самой? Ну вообще, у тебя игра в 5-0-0 завтра с Na'Vi, что ты будешь делать? А, ну я поиграю в DM'у, посмотрю какие-нибудь карты, которые будем играть. Все. Давай так, может говориться что угодно, на каком деме тренируешься, какой-то проект. Так, я тренируюсь на разных демах, я знаю вармап, брутал, убик и сайбершок. Раньше я так делал, когда был в Новороссийске. Там пинг хороший. Да, а сейчас ты не тренируешься на сайбшоке, почему? Можешь говорить прямо все, что есть. Потому что, ну типа, во-первых, мне нужен пинг, который у меня будет на сервере. То есть европейский, 50-да? Да, да, европейский, ну 40 где-то. Да и, в общем-то, все. А, серьезно? Ну мы сейчас европейский сервера делаем на основе фейсета. У них дочерник компании есть, но по серверам. То есть, если мы сделаем европейский сервера, то у них будет разницы, где тренироваться, правильно? Не будет, наверное. Там, можно типа, какие-то карты добавить прикольные, а не только ДАС-2 и Мираж. Ой, окей, окей, ладно, я тебя понял. Хорошо, все, твой заказ получен месяц и будет готово. Погнали? Да. Давай играть. Погнали. Играем до 16-ти три катки подряд. Ну, типа три просто. Надеюсь, две катки. Ну, в какую сторону вылетели? Сразу вопрос, ты не часто играешь? Вообще не часто, никогда. Virtus.pro, доволен? Да, конечно. Я что-то буду говорить, а то будет кататься. Тут я сфокусирован, наверное. Не, не, я тоже сфокусирован. Не, не, мы сфокусированы оба. Играем на серьезке. Если будет настроение, можешь общаться. У меня повышается настроение, скоро буду общаться. У меня понижается в этом моменте. Как настроение? Ну что, начинается? Начинается убийство. Да. Эй. Рука потянешь. Да, начинается. Это, конечно, было жестко, жестко. Ай. Ай-яй-яй-яй. Такие два раунда я просто отдаю свои же. Третий кряду. Так, ну первая, конечно, ноль. Ой-ой-ой, хорош. Ладно, первая прям очень хорошо зашла. Погнали? Сколько уже дома свяжу? Где-то последние три года. Окей, полетели? Го. Ой, жесткий. Жесткий, жесткий. Да, это жесткий. НС. Спасибо. НС. Спасибо. НС. Спасибо большое. Реально. Привет. О, боже, что вы, как мы туда дошли вообще. А ты горишь, когда проигрываешь? Нет. Спокойно, да, человек? Угу. А ты? Хе, ебнут. Серьезно? Ну да, я сумасшедший. Ты думаешь? Мне казалось, что не спокойно. Ну, блин. Лишь, все, смачиваюсь. Я могу рейджить, надоедить. Вот настолько ебнутый. Но, типа, максимум словесный. И что, про себя. Да. Мне интересно, много людей на дм их рейджить? Нет. Потому что это, наверное, бесполезно. Ты не тренишь. Гуд? Халл. На дм я рейджить. Наверное, когда тебя спины просто бивают. А можешь я на себя рейджить? Да нет, на все мои рейджи связаны с тем, такой мусор. Типа, знаешь, там, типа, тренишься, тренишься, а результата нет. Ммм. Такая они. Мы хотели сыграть в 10, но из-за того, что играли на Na'Vi, Джейм попросил перенести время на 1 час. Ты построил игру Na'Vi против Astralis. Какие у тебя выводы? После этой игры. Что ты для себя сделал? Ну, я... Я нахожусь в мете, постараюсь, ну, слежу. Затем мне нравится играть на Na'Vi. Я получаю статическое удовольствие, наблюдая за этой командой. За Na'Vi? Ну, и за Astralis, конечно. Тебя... Давай так. Тебя звали в Na'Vi? Я лично мне никто не говорит ничего. Так, какое? Твоя команда мечта какая? В какой команде ты будешь? На них, на них, на них. Тебя нравится, твоя команда? Конечно. Лучшие люди с этой планеты собрались. Хм-хм. Расскажешь про своего худшего тиммета? Ну, это, наверное, в тире 3 коллективах. У меня есть одновременно один из лучших и один из худших. Он его вагман забанил. Тревел. Ну, он со скинчейджером на турнире играл, на дисквалифицировали. Он стримил это. Хотя до этого его уже на SE забанил. Окей, как его зовут? Илюха Тревел. Передаю привет тебе. Уля Сен. Окей, а лучший тиммейт? Это лучше был? Не, ну, надо временно. В каких-то моментах лучше, каких-то лучше. А, то есть это универсальные игроки. Ну, люди многогранные, я не могу сказать. С тебя заговариваешь. Отвлекаюсь. Ай. Ладно, ГГ. Два ноля. Хороший, молодец. Спасибо за игру. Спасибо. Слушай, давай еще одну поиграем, и там чисто вопрос-ответ. О, не, давай лучше, лучше поставь этот, лучше включи вебку в дискорде. Так пообщаемся. Джейм, рассказывай. Почему ты так тепло? А, нет, я не тепло идет. Подожди, не, а справа, что это такое? А зачем тебе справа эта штука? Это напульсник мега размеров. Ну, чтобы трение было. Короче, я объясняю. А, я играл в детстве, у меня был стеклянный стол, и понятно, что когда ты играешь на стеклянном столе, у тебя рука прилипает. И мне приходилось играть в кофтах, чтобы нормально было. Да. У тебя вебка ткучилась. Да, я не скликнул, но ладно. Вот, и поэтому я обычно в кофтах играл всю свою карьеру, и нашел такую штуку, и теперь в ней играю. Так, ты сейчас приехал в Питер, почему именно Питер? Потому что самый лучший пинг, тут либо Питер, либо Калининград, но Питер как бы поприятнее. Инфраструктура, большой город. Окей, но ты мне рассказал, что ты вообще не выходишь из дома, поэтому... Когда я последний раз гулял по центру? Именно пешком? По центру? Да. Пешком? Ну, когда квартиру снимал, наверное, но это был не центр. Но вообще... А, нет, ну это был центр, когда я ходил в квартиру с Чакал. На который в центре. Сколько ты в месяц даешь за квартиру? За нынешнюю 40, 3 из Коммуналка. То есть Virtus.prose сейчас дают возможность... Сейчас все игры онлайн. Все, а и когда примерно... Они уже ставят свои прогнозы, когда вернутся? План турнира? План турнира? Нет, неизвестно. Ну, надеюсь, все зависит, наверное, от мировой пандемии, когда она закончится. То есть в Китае там уже на спад все пошло, люди стали выходить из домов. То же самое, наверное, будет после того, как в Европе. Во время пандемии какой-то день ты просыпаешься во сколько? Так, я просыпаюсь. Ну, сейчас у меня график немножко спал за 2 дня, потому что у нас отдых эти 2 дня был. Поэтому я проспался в 4 в 3. А так обычно 12 в 2. Вот так вот. На прак. Какой-то перед праковая тренировка стрельбы. И ложусь где-то примерно в 4-5. То есть спешишь ты сколько часов? Ну, в 8. Минимум 8, максимум 10, наверное. Ну, в 8. Но если надо режим, как бы вот, условно, завтра праки-то будут. И я проснусь за час до прака. То есть я посплю, может, 7, может, 6. В зависимости от того, как я заснусь сегодня. Окей. И сколько? То есть ты просыпаешься, сидишь за компьютером и засыпаешь? То есть твой график. Да. Ну, и так у всех, да. Да. Окей. А у тебя есть фотки, где ты раньше был побольше. Расскажешь, как ты сбросил? Ну, короче, я сбросил это. Ну, во-первых, я сбросил не по своей воле. Мне повезло, что я сбросил. Потому что я учился в универе. И я переехал к другу. Это Паша Нож. И там, в принципе, мы вдвоем жили. И не было мамы, которая постоянно готовила еду. Там я забросил свои первые 5 килограмм. А потом я сбросил еще 2 килограмма, когда уже съехал от мамы. В принципе, все. То есть ты сбрасывал когда-то, тебя кормили? Что-то, я не понял все. Нет. Так, я объясняю. Я жил с мамой, и я не мог никогда сбросить. У меня было там 90-х. А, все, понял. А потом я переехал к другу и резко сбросил за месяц 5. Ну и потом, конечно, когда я возвращался, у меня голова кружилась. Потому что я ел один раз в день, когда с универа возвращался. То есть лайфхак похудения твоего, это меньше жрать? Ну это голодовка. А ты шел на это, целенаправленные или... Ну сейчас я цель направлена стараюсь, ну типа... Сколько сейчас килограмм? Сейчас, ну где-то 90. Окей, а рост? 195, почти. О, господи. Ты, наверное, один из самых высоких проигроков в CSGO. Кто-то был вышедший? Adrien 192, может. Нормально. Азиат, Adrien. Да, очень странно. Вообще, расскажешь, ты мой канал вообще знаешь? Заходил когда-то? Ну, я знаю, как бы, сервера в Cybershock. Да. И там я, наверное, больше могу сказать, потому что я посетитель АМ, арен, как бы заяздный. То есть если я играю в арену, я играю на Cybershock. И там люди, то есть все мои друзья собираются, и мы катаем. О, прикольно. А другие режимы не пробовал? А другие режимы я, в принципе, не играю. Ну, дайм. Ну, дайм, у нас не играешь. Ну, как когда в Новороссийске, то есть когда дома, когда нужен пинг на московский, то игра. Вообще, ожидал, что? Ну, три года назад думал, что попадешь в эту справку? Три года назад. У тебя амбиции были? Амбиции, да, конечно. Так много амбиции. Ну, да, конечно, ты же, не знаю, играл, может, ты занимался, постарался стать профессионалом. Но если тут как бы нет, то каждый чел, который играет в CS на DM'ах, им уже не о чем думать, кроме как о будущем. То есть ты сидишь, играешь часами на DM'е, ты уже свою жизнь обдумал, если ты будешь киберспортсменом, как ты будешь отвечать на интервью, как ты будешь вести себя, типа, на видосах, как, ну, вообще, ты всякие разные жизни переживаешь себя в мыслях, потому что тебе не о чем думать, кроме как, ну, что ты тренируешь стрельбу. Поэтому, конечно, я и это рассматривал, и рассматривал, что и не буду. Ну, разные варианты. Что ты можешь сказать людям, которые сейчас хотят попасть в киберспорт? Что ты можешь сказать? Давай пункт, что нельзя делать, какая у тебя была ошибка, и что ты бы советуешь сделать? Моя ошибка, ну, наверное, я безошибочно все сделал, если я попал. Ну, вообще, надо много играть и соблюдать некий баланс между... Чтоб ты с ума не сошел, короче. А так, тут только много играть, не сдаваться. А если бы не киберспорт, что ты бы делал? Ну, я бы, наверное, два варианта. Либо я пошел бы в моряки и плавал. Ну, тоже не... как бы дома не бывал бы по три месяца, и потом два месяца бы ничего не делал. Либо я бы был каким-то экономистом в какой-то конторе, ходил бы на работу, возвращался с работы. Считаешь ли тебе, что повезло? В какой-то степени. Окей, спасибо тебе большое за игру. Это была игра в ноль. Но зато мы нормально пообщались, и надеюсь, получился ролик. Если это так, есть кнопочка подписаться. Можете это сделать прямо сейчас. И колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Следующая битва с проигроком уже будет совсем скоро, потому что сейчас карантин. Все сидят дома, и есть возможность. Всем пока.